Не называйте меня высокомерным, просто из-за того, что я говорю правду. Я чемпион Европы, я не один из многих, мне кажется, я особенный. Жозе Мауриньо, пожалуй, самый яркий пример успешного использования трэш-тока в футболе. Еще совсем недавно весь мир делился на фанатов португальца и тех, кто его люто ненавидит. Он брал кубки, провоцировал соперника, сыпал оскорблениями и снова выигрывал. Сейчас же специалист стал больше объектом насмешек, ведь из всей этой цепочки пропали самые главные элементы – победы. А наговорить за это время он успел очень много разного. Жозе Марио Душсантуш Мауриньо Пеликс, португальский тренер, выступавший ранее на позиции полузащитника. Двухкратный чемпион Португалии и Италии, чемпион Испании и трехкратный чемпион Англии. Двухкратный победитель Лиги Чемпионов УЕФА, победитель Лиги Европы и Кубка УЕФА. В последнее время Жозе постоянно атакуют журналисты, соперники и болельщики. Португалец проваливается уже который год подряд. Тотенхэм он и вовсе превратил из финалиста Лиги Чемпионов в участника третьего по значимости турнира Европы. Из-за всего этого Жозе и подвергается насмешкам со стороны своих недоброжелателей. Получается так, что сейчас его бьют его же оружием. Защищаться приходится своими прошлыми заслугами, о которых он вспоминает при возникновении любой критики в свою сторону. Других аргументов у него просто не осталось. Вы знаете какой счет? 3-0 3-0 Знаете, что это значит? 3-0 Это счет. Но также 3 это количество титулов в премьер-лиге, которые я выиграл. Я выиграл больше титулов в премьер-лиге, чем остальные 19 тренеров вместе взятых. 3 моих, 2 их. Уважение, уважение, уважение. Интересно, что именно португалец первый заговорил об уважении. Ведь совсем недавно об этом он даже и не думал, называя идиотами своих коллег по цеху и ставя себя выше всех. Как подтверждение, те самые слова о бывшем главном тренере Челси Клаудио Раньери. Уважением тут даже и не пахнет. Челси хочет побед и трофеев, но Клаудио на это не способен. Не я виноват в том, что его называют неудачным. Фанаты португальца оправдывают такое высокомерное поведение его безжалостным стремлением к успеху. Мауриньо из тех людей, которые готовы добиваться побед любыми способами. В ход, как правило, идут оскорбления и провокации с целью вывести противника из себя. Впервые всему миру Мауриньо показал эту свою сторону в матче 1-8 Лиги Чемпионов против Барселоны. В дебютной игре синегранатовые оказались сильнее. На пресс-конференции разгневанный Жозе утверждал, что Райкорд о чем-то говорил с арбитром в перерыве матча. Сейчас уже все привыкли к подобным тюкам особенного, но тогда у Ефа пришлось всерьез рассмотреть этот эпизод. В ходе разбирательства нарушений со стороны главного тренера каталонцев, естественно, обнаружено не было. Но португальцу удалось главное – дестабилизировать соперника и настроить синюю часть Лондона, как на последний бой. И, конечно, ему было все равно, что будет с рефери той встречи. Главное же – победа. В ответ на игре аристократы добились своего, выйдя в следующий раунд турнира. А вот арбитру Андерсу Фриску пришлось объявить о завершении карьеры. Угрозы, направленные в его адрес и адрес его близких, переходили все границы. Судья так и не смог справиться с давлением. Я никогда больше не выдану футбольное поле. Я многим обязан футболу, но безопасность семьи для меня превыше всего. Вообще, на тему судей и Мауриньо можно снять целый фильм. Португалец при каждой возможности пытается надавить на них перед игрой и пожаловаться после. Но еще через них же он задевает соперника. Первые приступы ревности вызвали у Мауриньо успехи гвардиолы. Все вокруг только говорили о тикитаке испанца. Всеми правдами и неправдами Жозе старался оправдать свои слова, что нет никого лучше его самого. После победы над командой Пеппо португальский специалист побежал первым делом не к своим болельщикам, а именно к фанатскому сектору синегранатовых. Провокации же это визитная карточка Жозе. Об этом он еще раз напомнил уже в статусе главного тренера Реала после поражения его команды в полуфинале Лиги Чемпионов. Надеюсь, однажды гвардиола выиграет Лигу Чемпионов без помощи со стороны. Я выигрывал Лигу Чемпионов на поле с командами, которые не были барселонскими. Гвардиола отличный тренер, но выигрывать Лигу Чемпионов так, как он, не было бы лично стыдно. Казалось бы, при чем тут главный тренер Барселоны? Ошибки же не он допускал, но особенно и сделал акцент именно на словах гвардиола и стыдно. И конечно, что он-то добивался успеха с более скромными командами. Что-то из серии, да с Барселоной любой сможет. Провокация удалась. Испанец ответил. После этого противостояние королевского клуба с каталонцами стало напоминать настоящую войну. И в этой войне все средства были хороши. Суровое наказание может понести главный тренер Реала, Жозе Маурини, за рукоприкладство. Ему грозит от 4 до 12 матчей дисквалификации. На этих кадрах видно, как во время массовой потасовки, вместо того, чтобы разнимать игроков, Маурини пытается спровоцировать помощника гвардиолы Тита Виланову. Это было сделано не на эмоциях, с пониманием того, что может последовать реакция, которая будет ему выгодна. Но и этого тренеру Реала показалось мало. После игры он сказал, что даже не знал, кто этот парень. Кто? Виланова? Виланова? Нет, я не знаю, кто это. В этом и есть весь Жозе. Конечно же, со всеми он знаком, но это еще одна попытка задеть главного врага, а заодно отвлечь внимание журналистов от поражения в Классико. Любителям хлеба и зрелищ нужно отдать должное Мауринио. С помощью такого треш-тока Эль Классико вышло на совершенно иной уровень. В то время Барселона просто переставала замечать сопротивление королевского клуба. А тут это противостояние стало самым ожидаемым событием в мире спорта. На этой почве у португальца началась паранойя, ему везде мерещились заговоры. В ночь с субботы на воскресенье в Малаге случилось нечто из ряда вон выходящее. Лучший вратарь страны, а быть может и всего мира, оказался в запасе. Как выяснилось позже, Кассельес после матча Эль Классико позвонил своим друзьям из Барсы Хави и Пуйолю. До Мауринио донесли, что якобы вратарь извинялся перед ними за грубую игру своей команды. Хоть Кассельес и отрицал эти слова, тренер уже ничего не хотел слушать. Плюс из раздевалки Реала начала утекать информация, а у голкипера были отношения с ведущей спортивного телеканала. У Жозе пазл тут же и сложился. Тренер попросил руководство приобрести ему другого вратаря. Икер, который провел всю жизнь в кролевском клубе, понял, что больше ему не нужен. Доверие между ним и руководством подорвалось. В конечном итоге легенда была вынуждена покинуть родной клуб. Икер Касселес попрощался с Реалом. Знаменитый вратарь провел в форме мадридского клуба четверть века, целая жизнь. И неудивительно, что на прощальной пресс-конференции Касселес с большим трудом прочитал заранее подготовленное заявление и не смог сдержать слез. Конечно, с одной стороны, тренер отвечает за результат и вправе делать так, как считает нужным. Но с другой, историю клуба тоже нужно чти. Сегодня стало известно, что главный тренер футбольного клуба Реал Мадрид, Жозе Маурини, едва не стал жертвой вооруженного ножом фаната. Инцидент произошел в минувшую пятницу в аэропорту города Лакаруния в Галисии, но испанские СМИ сначала решили об этом не сообщать. Маурини вместе с футболистами раздавал автографы, когда сквозь толпу к нему прорвался безумный болельщик. Однако охранникам удалось оттеснить нападавшего, при этом один из целых ранителей получил ножевое ранение. Бывший футболист Челси Эден Азар сказал, что Мауринио самый лучший друг, когда ты выигрываешь, но если проигрываешь, виноваты становятся все вокруг. В одном из матчей АПЛ в добавленное время против Суонси Азар получает удар в живот, падает на газон и корчится от боли. Медработники тут же выбежали на поле, чтобы оказать помощь игроку. И казалось бы, что может пойти не так, это же их работа. Но Жозе Мауринио был в бешенстве. Азару пришлось покинуть поле и без него команда так и не смогла провести последнюю атаку. По информации Sky Sports, португальский специалист был зол из-за действий главного врача и грубо оскорбил женщину. Дословно фраза, которую произнес Мауринио, переводится «дочь проститутки». После игры 35-летняя испанка была отстранена от работы. Получается, особенный обвинил врача в том, что она чересчур правильно исполняла свои обязанности. Симуляцией там и не пахло хотя бы потому, что шло добавленное время, которое работало на Суонси. Корнейро подала в суд на португальца, но клубу удалось урегулировать конфликт мирным путем. Абрамович уволил тренера Челси Жозе Мауринио. Причина – неудачные результаты в этом сезоне. 16 матчей и 9 поражений. И 16 место в чемпионате Англии. После второго ухода из Челси результаты Жозе становились все хуже, но скандалов меньше не стало. Он все так же ругался и пытался задеть каждого тренера АПЛ. Согласно сообщению одного британского интернет-издания, Мауринио отправил Юнайтед письмо на шести страницах, в котором он излагал, почему именно он подходит для должности, которую занимает Луи Вангал. Я тебя охуенно сделаю, а? Ну давай. Я тебе серьезно говорю. Если верить этому изданию, то получается, что португалец подсидел своего бывшего наставника. Ведь еще совсем молодой Жозе работал ассистентом Вангала в Барселоне и они неплохо ладили. Луи, скорее всего, не ожидал такого поворота. Португальцу же хватило наглости первым сообщить Вангалу о его увольнении. Удивляет еще одна черта таких людей, как Мауринио. Как они реагируют на то, когда кто-то начинает играть по их же правилам? Все мы помним, как особенный любит провоцировать фанатов и тренеров проигравшей команды. В одном из манчестерских дерби все пошло не по плану. А уже после матча Мауринио не понравилось, внимание, что горожане слишком громко празднуют свою победу. Он посчитал это провокацией и ворвался в раздевалку гостей. После чего разгорелся конфликт, в ходе которого Жозе снова внезапно вспомнил об уважении. Юрген Клоп пропустил эти слова мимо ушей, а вот Антонио Конте принял все на свой счет и не смог промолчать. Между тренерами произошла словесная перепалка, в ходе которой первым с козырей пошел Жозе, надавив на больную точку оппонента. Португалец напомнил Антонио о его дисквалификации за договорные матчи. Хотя, наверное, не ему стоит говорить на эту тему. Решением УЮФА из грядущего розыгрыша футбольной лиги чемпионов исключен Порту. Это суровое наказание, реакция на коррупционный скандал, который приходится на времена тренерской работы в клубе Жозе Мауринио. В сезоне 2003-2004 руководство Порту занималось подкупом судей в национальном первенстве. Как мы уже упоминали, последние лет 5 Мауринио подвергается критике со стороны болельщиков клубов, в которых он работал. Его сторонников с каждым годом становится все меньше. Раньше это был плохой парень, который делал громкие заявления и подтверждал их на поле. Сейчас же остались только разговоры. Жалобы на судейство уже вызывают один смех. Вот так главный тренер Юнайтед пошутил над Мауринио после драматической победы над Брайтоном. Это прямая отсылка к заявлению Жозе, который жаловался на высоту ворот после матча квалификации Лиги Европы против македонской Шкиндии. Прежде всего, слава богу, что здесь нет Жозе с его линейкой, чтобы измерить размер ворот. Иначе у нас были бы проблемы. Мауринио уверяет, что его ничуть не задевают такие нападки, но его реакция говорит об обратном. В чем главное отличие особенного в 10-х годах и сейчас? Тогда он был спокойный и хладнокровен. Его поведение можно было назвать осознанным, а провокации намеренными. Сейчас же он себя не контролирует. Так, вот же Зе Мауринио, вот он нервничает, вот он бьет бутылку. Интересно, в кого она попала? Отсутствие результатов давит на него. Футбол сильно изменился. С помощью современных технологий, ту информацию, которую тренер получал из своих подсчетов, сейчас может получить любой специалист без какого-либо труда. Интенсивность игры увеличилась, поколение игроков сменилось. То, что работало тогда, не приносит плодов сейчас. Но руководство по-прежнему ждет от него результатов в сию секунду. Это же тот самый победитель. Португалец стал заложником своего образа. В комментариях под нашими видео многие просили сделать обзор на Мауринио и высказать мнение по поводу того, плохой ли он человек или гениальный тренер. Но ведь одно, другое не исключает. Жозе величайший специалист, входящий в десятку самых титулованных тренеров. И этого у него не отнять. А качество футбола это уже вкусовщина. Никто не запрещает играть от обороны, ровно так же как и в атаку. Что же касается человеческих качеств, лично мне такое поведение не нравится. Анализируя его поступки, становится понятно, что это не образ плохого парня, а реально высокомерное отношение ко всему и всем. Кто знает, может именно сейчас в Роме, оказавшись заложником своего поведения, Мауринио сознает ошибки и перезапустит свою карьеру. В противном случае, после всех своих выходок, Жозе окончательно превратится в посмешище.